Т-34-100 Но это единственное что меня в принципе порадовало в данной машинке Поэтому говорю сразу и говорю откровенно Катать мы сегодня будем ее на топовом орудии Потому что в любом случае вам его необходимо будет открыть Для того чтобы попасть на следующий уровень на 8 Ну и будем катать на базовом движке и на базовых гуслях Потому что отдавать в принципе 30-ку опыта Который здесь зарабатывал Для того чтобы вместо того чтобы доложить его до открытия 8 уровня А для того чтобы поставить эту машинку в топ Я честно говоря не захотел Если вам понравится на ней играть Тогда безусловно имеет смысл открыть Ну и честно говоря существенная прибавочка получится Потому что 90 лошадей получите в плюс Получите уменьшение вероятности возгорания двигателя Получите среднюю скорость плюс 3 Что кстати в принципе на 35 километрах Или на 32 километрах 3 добавить Ну в принципе довольно нормальная прибавочка плюс-минус Но и тяга вооружения увеличивается Скорость поворота корпуса довольно существенно увеличивается В процентном соотношении И гусли честно говоря тоже добавляют довольно неплохо Согласитесь в процентном соотношении Вот все вот эти цифры Они добавляют можно сказать существенно Поэтому машинка становится безусловно более подвижной Но мне и ее подвижности хватило на базовом двигателе И базовых гуслях для того чтобы выкатать себе восьмерку Ну а как я уже сказал самому Эта машинка не зашла Честно говоря я делаю этот обзор на машинку по двум причинам Но безусловно для того чтобы сделать обзоры на все машины Которые ведут вас к ТВП на 10 уровень Для того чтобы вы знали Насколько сложно или не сложно будет выкатывать эту ветку И насколько приятно или неприятно на той или иной машине будет играть Вторая причина Потому что несколько из моих подписчиков Очень попросили меня сделать обзорчик на данную машинку Ну и честно говоря Наконец-то дошли руки И я хочу удовлетворить их просьбы Итак ребят давайте будем говорить сразу и быстро Брони здесь в принципе нет Броня плюс-минус есть вот здесь вот Есть маска орудия Маска орудия в принципе неплохая 100 мм Под 100 мм маски орудия Скрывается 35 мм брони Вот эта маска орудия Она больше честно говоря Ну я бы сказал что это Панель да там закрывающая Потому что под ней есть еще броня в 35 мм Ну много не мало В любом случае ну хоть что-то есть Дальше чутка похуже По 90 мм вот эта вот Комбашенка 90 мм 90 мм вот эти вот Два борта На башне Боковые да Такие щеки выступающие И на скосах башни Мы получаем 75 мм брони Что же касается Вот этого вот всего Оно составляет всего лишь Ну прям всего лишь 45 мм И это очень Очень грустно И вот эти 45 мм Качают по всей машине Короче говоря ребят В принципе Бронированности у данного танка Нет Это такая себе Картонная коробка Ну может не из-под холодильника Но из-под какой-нибудь Микроволновки В которую вы сели Поставили себе пушку И поехали воевать Поэтому я бы рекомендовал Ну все-таки прятать свою тушу Как можно лучше Да он немножечко ромбует Вопросов нет То есть можно как-то там Ромбиком чуть-чуть отыгрывать Но поверьте против тяжей Против ПТ Ну на этой машине Ромбуй не ромбуй Все равно получишь В принципе один и тот же результат Поэтому ребятки Следующее что быстренько зацениваем Это орудие И сразу побежим с вами воевать Орудие топовое Восьмого уровня Установлено на машинке Седьмого уровня Представляет собой Со склонением Минус семь Что в принципе неплохо Для того чтобы отыгрывать На СТшке на этой В принципе достаточно Средний урон Двести восемьдесят единиц Довольно неплохо Но время перезарядки Восемь и четыре десятых Вот это уже немножко похуже Соответственно ДПМ в две тысячи Он есть Номинально есть Но насколько часто У вас будет получаться Накосить в течение минуты боя Такой ДПМ Ну навряд ли Даже ну если встанете Прям в кого-то будете стрелять Вас никто не трогает Вас никто не пробивает Да окей В целом же На машинке Я не вывозил Больше Ну если память не изменяет По моему Тысяч Двух С половиной Две восемьсот Ну так вот В притирочку Ну мне этого хватало Для того чтобы открыть Себе дальше ТВПшку Ну и погнать дальше На десятый уровень Разброс на сто метров И время сведения Они даже по цифрам Великоваты Ну а насколько это критично В самом замесе Посмотрим в самом замесе Куда с вами и ломанулись Ребятки пока мы запрыгиваем В бой Хочу попросить Каждого из вас Потратить одну секунду Своего времени И в виде благодарности За часы Работы над видосами Которые я снимаю Ну а вы Скорее всего Часто их смотрите Но без подписочки Потратьте эту секунду Времени на подписку На канал В правом нижнем углу И желтый шильдик Наведите на него мышь И в один клик Станете постоянным Подписанным Зрителем Моего канала Я буду вам Безумно благодарен Потому что для вас Это всего лишь Секунда вашего времени Для моего канала Это жизнь Ну согласитесь Одна секунда за жизнь По моему Но не такая уж Больша цена Итак ребятки Зацениваем подвижность Подвижность довольно неплохая В этой машинке Как для СТ Даже на базовом двигателе Даже на базовых гуслях Вы едете Да вы не несетесь Безусловно С топовым движком Топовыми гуслями Будет приятней Я бы даже сказал Заметно приятней Но как я уже сказал Данная машинка Мне не зашла И выкатывать ее в топ У меня просто не было Абсолютно никакого желания Но и плюс-минус Если вы будете Расценивать эту машину Ровно как и я То соответственно Сейчас сможете Лицезреть Каким же образом Она будет играться В ваших руках В той комплектации В которой Можно ее отыграть Для того чтобы Перейти просто На восьмой левел Вот и все Итак Ребятки Подвижность заценили Сдает машинка Тоже в принципе Бодренько Цепляться к этому Не буду Что же касается Времени сведения Ну сейчас в холостую Начну сводиться Как вы видите Вот сведение Оно все-таки Ну унылое Ребят Долговатое Как для СТ Будь это тяж Будь это какая-нибудь Уронная ПТ Я бы еще понял Но если это машина Которая средний танк То по-моему Как для нее То долговато Сведение Время перезарядки Ну откатился Переждал Чутка поднялся Выехал Точность орудия Точность орудия Как я уже говорил Изначально По-моему Когда мы Еще не заходили В бой Меня всегда радовало Надо только свестись Вот если вы сведетесь То машинка Дает точные шоты Пускай сейчас П-43 мы не пробили Попали не совсем туда Куда нужно было попасть Но мы попали Практически туда Куда целились И это практически Оно находилось Ну прям совсем рядом С той точкой Куда указывал Мой целеуказатель Поэтому я бы Это орудие Отнес все таки К точным орудием Даже несмотря Что на то Что ну прям Не совсем в пиксель Бьешь Но бьешь В принципе Комфортно Сейчас придется Мне немножечко Быкануть По одной простой причине Потому что Нас осталось двое И мне хочется Хоть что-нибудь Сделать в этом бою Но как видите Разносят меня В принципе Практически спокойно Практически свободно Сейчас понятное дело Что либо я Либо крушитель Ну а там дальше Видно будет Если все таки я Значит еще немножко Поиграем Если крушитель Ну значит тогда Как говорится Не судьба Я не знаю Честно говоря Получится ли мне Обыграть крушителя Он явно меня Сейчас выжидает Здесь такой себе Стоит Выцеливает По моему Он смотрит Ну да Все таки Возможно Я немножко Лоханулся Но бой все равно Был проигрышный Поэтому ребят Быстрее выкатимся В ангар А пока Посмотрим на Нашу тушу Ну вот обратите внимание Наша туша Пробита спереди Пробита снизу Под башней Причем сбоку Пробита под башней Спереди И она Пробита Сбоку В борт Короче говоря Ребят Как я и говорил В танчике Брони нет Абсолютно никакой И это существенный Минус этой машины Существенный же плюс То что Мы на нашем Левеле Смогли Сделать сейчас 1200 единиц урона Но я бы сказал В не очень удачном Для нас бою И в нашей команде Мы заняли Второе место По урону Но в принципе Ноздря в ноздрю Абсолютно Ноздря в ноздрю С 53 ТП И практически Ноздря в ноздрю Буквально там В каких-то Паршивых 16 единиц От Т28 Шпрот Короче говоря Ребят Ну вот такая вот Пушечка Вот такой вот танчик Как я уже сказал Главное на танчике Сейвиться Быковать абсолютно На нем не получится Потому что для вас Это в принципе Дорога в один конец И это дорога В ангар Безусловно Ехать на этой машине Куда-нибудь на тяжи Вообще бессмысленно Ну просто таки Бессмысленно Во-первых ХП не так уж и много Сравнительно Поэтому вас В принципе разберут Ну пускай Если не за 2 шота То за 3 шота Однозначно вас Вынесут в ангар Ну и Опять таки Отсутствие Какой-либо брони И особой Маневренности На базе Ну говорит о том Что Дорога к ТТшкам Вам явно Противопоказана Доктором Поедем сейчас На линию СТ Не знаю Честно говоря Кого мы там Как будем выцеливать Ехать прям На этой машине Кому-то в упор У меня никогда Не было желания Честно говоря Я всегда отыгрывал На каких-то Дальних расстояниях Я понимаю Что СТшка Она недалеко Уходит От ЛТ Но соответственно Она должна Подсвечивать Да Более тяжелым Более уронным Собратьем В вашей команде Но ребят Тогда Когда у вас Нет ровным Счетом Ничего Ну кроме Вашего точного Орудия То ехать Подсвечивать Как бы Ну Не особо То и желание Сразу возникает На линию СТ Я хотел поехать Но честно говоря Передумал По одной простой причине Потому что Я там сам Две СТшки Уехали Ну и соответственно Мне там самому Делать Ну прям совсем нечего На дальних расстояниях Видите Как отыгрывается Сведение Сведение Ну сводится Уныло До безобразия Хочется гораздо Быстрее свестись Для того Чтобы быстрее Шотнуть Как я сказал Орудие Точное Но в основном Оно точное Только тогда Когда вы Нормально Сводитесь Прям наугад Постоянно Отбрасывать Не получится Однозначно Ну и вот Ну и вот опять Ситуация Когда Я уже Рискнул И отбросил Просто на На фарт Да По другому Это не назовешь По одной простой причине Потому что Если бы я этого Не сделал Но тогда Я бы ему И урона Вообще Не нанес Ну вот Не получается Абсолютно Отыгрывать Без сведения А на сведение Времени нет Потому что Нет брони Соответственно Когда ты вот так Вот как-то Выехал И ты должен Сейчас уже Кинуть шот Для того Чтобы быстрее Закатиться Безусловно У тебя Ну Очень хочется Быстрее откинуть А быстрее откинуть Это кинуть В молоко Ну и вот Получается Что самой большой Бедой данного танка Является Два Фактора Один фактор Отсутствие брони Второй фактор Это Отсутствие Нормального сведения Уже бог с ним Со временем Перезарядки Ну Из песни Слов не выбросишь Вот как он сейчас Отыгрался Так отыгрался Особо много урона Я не наносил Поэтому Заканчиваем бой Ну и соответственно Заценим машинку Дальше В ангаре Ну что друзья Закончился наш бой Давайте заценим Результаты 836 единиц урона Я бы сказал Крайне маловато Мы ушли в минус Но в принципе Это не удивительно Мы заняли Третье место Но в данном случае Уже с конца И давайте Сравним себя С нашим Собратом На Полосе Наших противников Тот же самый Танчик Он нанес 2344 Единицы Урона И сделал Три фрага Он сейвился Постоянно Он отыгрывал С другими Союзниками Ну и соответственно В этом был залог Его успеха Говоря это к тому Что Т34 100 Это не прям Совсем унылый Танк На котором Будете постоянно Отыгрывать Как сейчас Было В бою У вас Будут И вот Такие Бои Вопрос Просто заключается В том Насколько Сильно Вам повезет И поверьте Тут не сильно Решает Мастерство Хотя я Не скилловый Игрок Но в целом Поверьте На этом танке Везение С разъездом И с помощью Вашей команды Это гораздо Важнее Чем Ваше Мастерство Теперь Давайте Будем Быстренько Суммировать Всю полученную Информацию Танчик Нормально Подвижный Но крайне Небронированный Очень точный Но крайне Долго Сводится И я бы сказал Что он Абсолютно Неживучий В бою Поэтому он Очень сильно Командозависимый Танк Я Именно Из-за Того Что на нем Невозможно Нормально Отыгрывать Без Ожидания Вот этого Долгого Сведения По одной Простой причине Потому что Можно нормально Пробивать Точно пробивать На малых Расстояниях Но на малых Расстояниях Нужно сблизиться С врагом А он соответственно Будет разбирать Твою Абсолютно Мягкую Тушу А отыгрывать На дальних Расстояниях На нем Возможно Только если Вы выезжаете И у вас есть Время На то Чтобы свестись И в это время В вас Не будут лететь Снаряды Противников А это Очень сложно Реализовать В бою И найти себе Такую позицию Для отыгрывания Поэтому Ребятки Скажу следующее По всем Вот этим Вот причинам Я не оставлял Себе Т-34-100 В ангаре Я просто Прошел его И я Не открывал В топ Двигатель И в топ Гусли Я решил Что лучше Этот опыт Потратить На то Чтобы открыть Следующий Левел Как поступите Вы Когда будете Проходить Эту ветку Мне неизвестно Но если Вы уже Проходили Ветку Мне будет Интересно Ваше мнение В комментариях Напишите Пожалуйста Свой коммент Обоснованный По поводу Данной Машины Я вам Буду Безумно Благодарен А также Будут Благодарны Ребята Которые Для себя Сейчас Принимают Решение Идти Ли Им По этой Ветке К десятке И насколько Сложно Для них Это Будет Также Буду Благодарен За лайки Комментарии Под этим Видео Читаю И отвечаю Всем И Обязательно Подписывайтесь На канал Если еще Этого Не сделали Спасибо Вам Большое За просмотр Всех благ Всего хорошего Мира И спокойствия